В рамках проекта «Волга-Недзе», который еще раньше вел полномочий представитель президента Приволженно-федерального округа Михаил Викторович Бабич, порядка двух лет назад в такую активную фазу вошел один из проектов. В первую очередь проект, который курировал Михаил Викторович, это создание территории Чувашской республики, акромаршин-парка Сычуань-Чувашия. Сычуань, исходя из провинции Сычуань, Китайской Народной Республики, находится в течение Янзе реки. Мы, как я сказал, два года назад начали достаточно активную работу проводить с ними. Это связано с формированием техно-экономического обоснования, бизнес-плана проекта, понимания как наших, так и бизнесменов из Китая о возможности реализации проекта на территории республики. На сегодня было зарегистрировано совместное предприятие Агропарк Сычуань-Чувашия. Мы видим, что на данную компанию из Народного банка Китая поступили денежные средства на реализацию проекта. На сегодня общая стоимость порядка 5 миллиардов рублей, который предусматривает строительство жирноводческого комплекса, плюс введение все в оборот земельных ресурсов, для чего им в рамках конкурсных процедур, я подчеркиваю, конкурсных процедур было предоставлено земельный участок в Парецком районе порядка 5 тысяч гектар. Это не совсем хорошие были земли, это вражистые земли, чем не менее китайская компания это удовлетворила. Они взяли, вот сейчас выкорчевывают деревья, кустарники, то есть они приводят этот участок земли в необходимый вид, для того, чтобы в последующем засевать для выращивания для крупного рогатого скота кормовой базы. То есть первый проект это будет у них связано с малышей товарной фермой, и второй по переработке, глубокой поработке молока в Маргалышском районе. Ну, сейчас, к сожалению, в социальных сетях обсуждается не совсем благоприятная обстановка в отношении данного проекта. Мне кажется, это преждевременно еще, поскольку компания еще не заступила, мы уже создаем негативную ауру. Когда эти земельные участки лежали свободные, никто в них не нуждался, и вдруг пришла китайская компания, и вдруг эти участки стали востребованы всеми. Почему задают вопрос, почему мы не отдаем чувашским производителям? Да, пожалуйста, у нас, к сожалению, сегодня еще больше 10 тысяч гитаров свободных земельных участков. Приходите любой, мы предоставим абсолютно те же самые условия. То есть никакой привилегии в отношении китайской компании в том числе и не применялись. Кроме того, мы также обеспокоены, и ситуация связана с имиджем, да, на территории Российской Федерации реализовывается ряд проектов. Мы для себя просто это ставим как в урок, и на этом уроке, уроке других субъектов Российской Федерации мы обучены. То есть сегодня у нас Росельхознадзор и природоохранная прокуратура, они, безусловно, будут курировать данный проект для того, чтобы никаких неблагоприятных экологических последствий у нас последствий не возникло. То есть опасения связаны с использованием превышения химических средств растений, какие-то антибиотиков, да, ну, вот все, что связано с ненатуральным возделыванием почвы, кормом скота, переработкой этой продукции, да, максимально будет пресечено. То есть вот на сегодня имеются все ресурсы для того, чтобы предотвратить, во-первых, это, ну и потом давайте, там, перестанем, как собака на сене, и самим не есть, и чужим не давать, да. Все-таки нам нужно развивать республику, нам нужно идти дальше, не опираться на негативный опыт других субъектов. Ну, значит, там как-то не было выстроена работа с инвесторами, не было налажено достаточный контроль за реализацией проекта. То есть здесь у нас в этом плане все, я думаю, что будет нормально. Опять же, призвал бы не обострять ситуацию, наоборот, оказывать содействие и помогать, поскольку они вкладывают инвестиции в экономику, первое, да, ну и второе, они создают рабочие места здесь, рабочие места для тех же самых селян, где были взяты эти земельные участки. Поэтому мы держим на контроль этот вопрос, это контроль держит глава республики Михаил Васильевич Матьев. Поэтому я думаю, что никаких вопросов, связанных с безопасностью, они стоят на первом месте, безусловно. По Маргаушскому району сейчас компания готовится, бизнес-план готовится, заявка на то, чтобы пройти публичное слушание. Безусловно, это будет собираться население, потому что будет перевод земельного участка, земли сельхозназначения, земли промышленности, поэтому все это будет публично обсуждаться. Не думайте, что это сидят два министра, да, Аврелик и Сартамонов, решают всю проблему. Такого нет, безусловно. Это решает весь кабинет министров, это решает население, то, что каким образом, где, что будет реализовываться. Максимально общественность будет привлечена к этим процессам. Максимально общественность будет привлечена к этим процессам.